Друзья, всем огромный привет! Привет! Приветствую вас на своем канале! Сегодня будем готовить поистине деликатесное блюдо. Сегодня будет шашлык из говяжьих языков. У меня их три штуки. На начальном этапе нам нужно будет закипятить воду. Сегодня будем варить в казане. Вода уже у нас, смотрите, закипела. На нем находится такая вот шкура. Для того, чтобы ее снять, в районе двух часов нужно проварить наши языки. Дабы сохранить сочность внутри языка, опускать надо в горячую воду, а не в холодную. Друзья, и кто по каким-то причинам не подписан на мой канал, обязательно подписывайтесь. Не забывайте про колокольчик, будут вам приходить уведомления о моих новых видео. А мы продолжаем готовить. В кипяток опустили языки. Далее положим репчатый лук. Буквально несколько головок. Морковка целиком так и будем кидать. И добавим немного приправ. Это у меня будет лавровый лист и черный перец в горошке. Обязательно не забываем про соль. Хорошенько подсолим. Несколько ложек. Сделаем такой пересоленный бульон, для того, чтобы просолилось полностью мясо. Видите, начинает образовываться пена. Ее обязательно снимаем. Накрываем это все крышкой. И забываем буквально на 2 часа. Через 2 часа вернемся и посмотрим, какой результат у нас получился. Пока варятся языки, приготовим маринад, в котором мы будем их мариновать. Для него нам понадобится репчатый лук. Нарезаем его, как на шашлык, полукольцами. Чеснок нарежем так же произвольными такими кусочками. Отлично. Добавляем в емкость, которую мы будем мариновать. Далее будем использовать отличные ароматные апельсины. Они придадут мясу хорошую такую фруктовую цитрусовую нотку. Конечно же лимон. Берем несколько яблок и натираем их на крупной терке прямо в емкость. Не доходя до самого кочана. И теперь пришло время добавить немного остринки и пряных ноток. Для этого я буду использовать кориандр. Буквально чайную ложку. Хорошенько перемалываем. Добавляем к маринаду. А для остроты буду использовать отличную кавказскую аджику. Буквально чайную ложечку. А проводником специй будет оливковое или растительное масло. В моем случае растительное. Хорошенько все перемидаем. Прошло буквально час сорок. Проварились языки. Для того, чтобы хорошо снять шкуру, нужно устроить шоковое остывание языку. Добавляем его просто в холоднющую воду. Можно даже льда добавить. Чтобы они просто резко начали остывать. И эта шкурка тогда отделяется. Вот появились такие пузырьчатые части. И видите, шкурка просто хорошенько отдирается. И так снимаем, чистим все языки полностью. Вот, отлично. Есть такие части, которые не отрываются. Их тоненько срезаем ножиком. Языки все почистили. Теперь на данном этапе нужно будет порезать на порционные кусочки. И далее будем мариновать наш шашлык. Нарезанные кусочки добавляем в наш маринад. И вместе с мясом и хорошо его перемешиваем. И оставляем мариноваться мясо как минимум на ночь. Друзья, прошли сутки у нас. Так как говяжий язык, в нем нету жира. Буду использовать между ними на шампуре курдючный жир. Тоненькими полосочками его нарежу. Жир будет капать на угли. И будет давать тот самый шашлычный вкус. Взял также немного овощей. На шампур будем нанизывать лук, болгарский перец, помидор и баклажаны. Нарежем их удобными кусочками. Я думаю, лук будет кружочками. Баклажаны. И болгарский перец. А с помидора просто поотрываем хвостик. И начинаем поочередно нанизывать подготовленные ингредиенты. Мясо чередуем с курдюком. Овощи. Друзья, шашлыку так же само, как и овоща, много не надо. Буквально чуть поджариваем. И тщательно переворачиваем. Запах просто обалденный. Шашлычок уже подрумянивается. Скоро будем снимать его. Шашлык. Шашлык. Смотрите продолжение в следующей серии. Просто обалденный. Пошлите, скорее будем дегустировать. Наш запах просто супер. Друзья, ставьте пальцы вверх, кому понравился ролик, обязательно комментируйте, пишите свои рецепты в комментариях. И как всегда, всем пока, до новых встреч.